С какого года вы, генпродюсер, генпродюсер, генпродюсер? 95-го. 95-го. 13 лет. Да, это же произошло не так после убийства Влада Листьева. Да, конечно, это произошло через 3 месяца после убийства Влада Листьева. Вы знаете вообще, как-то почему-то, то ли, опять же, я не слежу, то ли... Я знаю, кто убил Влада, да. Почему вы не говорите? У меня нет доказательств. И их невозможно найти? Нет, на данный момент уже нет. А может было раньше, да? Этот человек жив? Да. Ну, это человек, который исполнял, я не знаю этих людей. Я знаю, кто это сделал. Он ходит сейчас по планете себе? Да, конечно. В России или... В Российской Федерации? Сейчас так сойдет до правительства. Нет, нет, нет. Ну, зачем? То есть, обвинение бывшего владельца... Нет, ну, давайте не будем, если, может, сейчас понятно, что фамилия мы не... Я сильно не люблю Бориса Абрамовича Березурского, но он к смерти Влада Листьева не имеет никакого. А когда вы приходили на телевидение, вам было страшно после такого приходить вообще? Или вы уже понимали, что вас не тронут? Меня первый раз пытались затянуть на эту должность, на следующий день после похорон Влада. Потому что я Владу писал план реконструкции. Влад хотел, чтобы Влад говорил мне, что ты чувствуешь новое телевидение лучше, чем я. Напиши, как ты думаешь, что это должно быть. А это правда, что он собирался здорово урезать рекламу на первую? Ну, не урезать рекламу он хотел. Время или что? Выключить. Почему только сейчас, спустя пять лет после встречи с Константином Эрнстом, вы решили общественности предъявить то самое интервью? Вопрос все время этот задают с каким-то подвохом. Я все время не могу понять с каким. Потому что мне даже, в общем-то, и нечего ответить. Потому что я это интервью пытался в течение этих пяти лет периодически опубликовать. Это было невозможно по причине того, что просто мне отказывали в этом. А где вам отказывали? Я не хотел бы называть издание просто потому, что я хорошо к этим людям отношусь. Я могу сказать просто причины, по которым отказываюсь. Да, скажите. Да, причины совершенно банальные, потому что, в общем, конечно, Первый канал и Константин Эрнст. Это структура и человек, с которыми в медиатусовке поссориться, ну, в общем, означает масса и репутационных, и иногда и финансовых потерь. Вот. Поэтому, наверное, я в какой-то момент просто перестал бояться. Вот и все. То есть, там, в 2008 году я был, конечно, совершенно другим человеком, нежели сейчас. Да, я просто... Ну, я пытался опубликовать, и все, и не более того. Сейчас, на данный момент времени, я могу сказать, что я уже, в принципе, не боюсь ничего. Да, вот вам больше никто не даст интервью, вас не возьмут на работу. Да, пожалуйста. Скажите, вы когда стали обладателем столь сакрального знания по поводу заказчика убийства Влада Листьева, почему вы сразу не побежали в милицию, тогда еще милиция была, почему вы не сообщили, что вот, есть гражданин Эрнст Константин Львович, который в курсе, он знает? Нет. Послушайте, ну, я и сейчас не побежал в милицию. Ну, не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос, вот, почему я не побежал в милицию. Ну, во-первых, потому что я милиции не доверяю. Во-вторых, на самом же деле Лисовский был подозреваемый по этому делу. Более того, он был основным подозреваемым по этому делу, да, потому что, в общем-то, ну, по логике вещей, я ни в коем случае его не хочу обвинять, да, я не знаю, кто заказчик убийства Владислава Листьева, но самый прямой мотив был, соответственно, у него и еще двух людей, которые владели на тот момент конторой, которая продавала рекламное время на первой кнопке, да, тогда УРТ. А почему его допросы ничем в итоге не закончатся, я не знаю, не знаю. Может быть, не нашли доказательств, может быть, он очень влиятельный человек, что абсолютно, да, так, поскольку человек, который там выносил в коробке из-под ксерокса 500 тысяч, там, или сколько долларов, да, он не может быть невлиятельный. Вот, и почему это закончилось так, я не знаю, да, но Константин Львович, он сказал об этом не то, что вот, может быть, я думаю или что-то, он просто абсолютно, он говорит, я знаю, просто я это знаю, ребят, что вы... То есть вы ему поверили? Ну, как бы поверил, не поверил, я не знаю, опять же, да, я же не детектор лжи. А суда вы не боитесь, вдруг он на вас в суд? Нет, во-первых, я думаю, что он на меня в суд не подаст, потому что подавать не на что. Он прекрасно знает, что это было и что это правда. А Лисовский? Ну, Лисовский, наверное, а что на меня подавать в суд? В смысле, да, за что на меня подавать в суд? На меня можно подать в суд только по факту того, что не было этого разговора и не было этой фразы. Но разговор был и фраза была, да, соответственно, я не очень понимаю, ну, подадут, подадут. Я еще раз говорю, просто произошел момент, да, это в моей жизни происходило постепенно, растянуто во времени, да, сейчас, там, и в прошлом году, и в этом году, да, я становлюсь и практически уже стал человеком, который, в принципе, я не боюсь ничего. Ну, на самом деле, мне кажется, что жизнь в такой России, да, и жизнь на такой воле, она немногим лучше, чем, допустим, жизнь в тюрьме, на мой взгляд, да, поэтому, ну, что бояться, то есть, однозначно, что если у меня сейчас окажется подобная информация по любому поводу, абсолютно по любому поводу, безусловно, я ее опубликую немедленно. Почему я это не сделал в 2008-м, ну, не знаю, ну, масса факторов, я был другим человеком, потом, еще раз я говорю, я абсолютно искренне говорю, я пытался опубликовать это интервью в четырех крупных известных московских изданиях. Евгений, вам, вас обвиняют в том, что вы неэтично поступили, вы вчера достаточно жесткую отповедь этим людям дали, скажите, вы действительно считаете, что все это правильно, все это этично? Да нет, это может быть неэтично, это может быть неэтично, но дело в том, что я совершенно не понимаю, во-первых, я совершенно не понимаю людей, которые говорят об этичности, да, я прекрасно отношусь к новой газете, но новая газета тоже с журналистской этикой не дружит. Ну, вот Ольга Бакушинская написала. Можно я договорю, потому что это важно, это важно проговорить, да, я не считаю, например, этичным, в принципе, работать на первом канале. Я не считаю этичным, например, это я сейчас про Познеры, которые тоже, да, там что-то сказал, говорят, да, то есть я не считаю этичным, например, оставаться на канале, когда тебе говорят, а вот ты знаешь, на овального эфир нельзя. И ты говоришь, а ну нельзя, нельзя, да, вот я, например, это тоже считаю. Я считаю неэтичным опубликовывать прослушки, а новая газета публиковала прослушки. Она в этом смысле, в этом смысле, она ничем, например, не отличается от Life News. Они публиковали тоже, у них есть связи в органах, им какую-то информацию предоставляют вполне себе из источников, которые там тоже можно назвать неэтичными. Поэтому я просто вот не понимаю вопрос этики, да, он уже давно в какой-то такой плоскости лежит. Я, возможно, поступил неэтично, более того, я согласен на все абсолютно ярлыки, которые мне навешивают. Давайте договоримся, что вот просто вот договоримся на берегу, что я негодяй. Но я не понимаю, почему вот правда, почему обсуждается это, и никто не обсуждает, собственно, кто заказал Владислава Листьева. То есть обсуждается все, что угодно, что мне заплатили деньги, что там, а почему через пять лет, а что за странный мотив, а, наверное, это с телеканала России вот сейчас вот заплатили, и Эрнста вот-вот снимут. Начинает, да, там Собчак пишет, ну что же вы, а вот что же вы, ну, конечно, Эрнст плохой, а вы представляете, кто будет вместо него, если он, представляете, там посадят вообще уже какого-то, да, там, упыря. Да, ребят, послушайте, почему вы не обсуждаете самого главного? Все, давайте договоримся даже, что мне заплатили, все, мне заплатили 500 тысяч рублей. Дальше что? А что дальше-то? Почему, ну, как бы, почему никто не обсуждает, что заказное убийство не раскрыто до сих пор, а раскрыть его можно? И об этом говорили следователи, которые, там же куча следователей сменилась, да, по непонятным причинам. Это очень мутная история, да. Та же «Новая газета», я вам могу сказать, прекрасно знает, кто заказал Анну Политковскую. То есть внутри редакции «Новой газеты», да, эта информация, ну, как бы, вот, абсолютно такая же, как вот Константин Львович сказал, да. Нам даже Муратов говорил об этом. Чего молчат? Это этично. Вот что, вот, понимаете, я не, ну, просто вот непонятно, да, то есть, вот, Левкович молчал пять лет, хорошо, а вы чего молчите? Все, вы же все знаете, что, да, знаете или не знаете, да, как бы, ну, да, вы точно предполагаете, предполагаете, что это был мэр Грозного, да, заказчик. Чего вы молчите-то? Теперь перейдем к более... Ну, поэтому я, как бы, ну, вот, тоже, тоже больше пяти лет молчите, да, ну, как бы, вот, не, ну, совершенно тут непонятно. Люди очень странным образом, конечно, совсем, ну, это, видимо, кстати, интересный феномен, потому что люди перестали вообще доверять кому бы то ни было. То есть, как что-то происходит, сразу какие-то, вот, через пень колоду, через голову. А может быть, это специальные нагромождения таких создаются, чтобы как-то увезти от самого главного, лишь бы не трогали? Что вы, ну, я не верю, что там Муратов или Познер будут специально, ну, я, я, я как раз, я, я как раз верю в людей. Ну, забалтывают ведь? Да нет, ну, забалтывают, ну, я не знаю, ну, просто потому что, ну, не знаю зачем, это надо спросить у них, да, надо спросить у них, может, они просто, просто меня не любят, может, я рожей не вышел, я не знаю, как бы, да, но, ну, то, что это не спланировано, это точно. Я, я вот как раз не верю во все это, а там сидит агент, а там заплатили, а там все, ну, ну, где-то сидят агенты, кому-то заплатили, ну, не значит, что теперь каждого человека нужно там подозревать в каких-то очень странных мотивах. Да не было, встал утром, проснулся утром в одно, да, в последний раз я предлагал это интервью две недели назад, ну, опять отказали в публикации, да, ну, встал что-то утром, думаю, да блин, ну, да че я в самом деле? Думаю, да что я вот как этот, все встал и у меня пароль есть, я вам более того скажу, издание, в котором я это в итоге напечатал, если бы я им, как бы, это сказал, да, они бы отказались от печатания, я бы не смог напечатать на снобе это интервью, они же его в итоге сняли, да, у меня просто пароль от этого блога, он не модерируется, да, они это видят там, то есть они это увидели спустя два часа, но было уже поздно. А сняли потому, что испугались? Ну, сняли по нескольким причинам, не то, что испугались, там есть, оказывается, какие-то юридические моменты, потому что мы брали тогда интервью для журнала Rolling Stone и правообладателем на это интервью, хотя на тот момент я не работал в журнале Rolling Stone, то есть я был просто приглашенным, ну, то есть я фрилансером был, да, но есть какие-то там моменты правовые и сноб готов был это интервью оставить в том случае, если эти юридические моменты решатся, но правда готов был оставить без этой фразы, но это уже было неважно, потому что уже история, ну, не договорились. А вот когда вы выключали диктофон, о чем говорил Константин Львович? Ну, честно говоря, тут важный момент, да, что говорил очень много интересного, но все-таки это касается каких-то личных вещей. Я против того, чтобы... Озвучивать это. Озвучивать, да, потому что, ну, там, условно говоря, там, кто с кем спит, и эта информация не имеет никакого, или его отношения там к Ходорковскому, например, да, ну, как бы это, вот это было бы некрасиво, да, а как бы в данном случае, ну, если человек, ну, он очень уверенно говорил. Последний вопрос. Вы сказали, что ушли из журналистики. Вы еще вернетесь? Я не ушел из журналистики, просто я не понимаю, что такое журналистика в стране, где нет журналистики. То есть я просто не хочу называться, я работаю в журнале Роллинг Стоун, я работаю в журнале, да, но я не могу назвать себя журналистом, потому что журналист должен быть абсолютно отстраненным, безусловно, должен быть, там, ну, объективным, да, в том смысле. А я на войне. Я не объективен. Я считаю российскую власть просто крайне вредной, возможно, самой вредной за... со времен Сталина, да, в... Ну, который ведет Россию просто натурально к гражданской войне. Либо к огромному гулагу, либо к гражданской войне, ну, в общем, к пропасти ведет, да, поэтому я не могу быть журналистом в этом смысле, я их не... Я против них, да, в этом смысле, я думаю, что и вы, Саша, себя тоже в какой-то степени журналистом не можете назвать, потому что вы на войне, вы воюете. Совершенно верно. Ну, вот и все, поэтому, как бы, ну, какой я журналист. Субтитры создавал DimaTorzok